друзья всем привет сегодня разбор евро двушки в жилом комплексе высота поэтому если у вас квартира находится именно в этом же к то смотрите будет полезно а если нет то все равно смотрите потому что тоже будет полезно всякие приемчики я здесь показываю рассказываю покажу свой вариант планировки поэтому подписывайтесь на канал жмите колокольчик ставьте лайки поехали смотреть как сделать планировку без перепланировки правильно расставить грамотно мебель этим сейчас и займемся но начну с описания ситуации ко мне обратились ребята которым нужно было сделать квартиру эта молодая пара с ребенком с небольшим еще совсем крошечкой вот двухкомнатная квартира то есть две спальни и кухня гостиная вот она перед вами вот она эта самая планировка давайте сейчас ее немножечко разберем то есть заходим у нас есть прихожая сюда ставится небольшой шкафчик отсюда же вход в санузел всегда говорю что это не очень хорошо когда мы в санузел попадаем через прихожую потому что ходим через грязевую зону но здесь по-другому никак тут же на входе одна комната чуть дальше вторая комната следующий санузел и вход в кухню-гостиную опять же не совсем верное решение когда кухня-гостиная самая дальняя от входа по идее она должна быть самая ближняя а вот приватная зона должна быть подальше но что поделать так уже запланировано и поменять это похоже никак нельзя потому что все ограничено шахтами вентиляции стояками но поэтому будем расставлять мебель в прихожей шкаф находится на том же самом месте потому что другого места для него придумать просто невозможно напротив не поставить слишком близко дверной створ к этой стенке и там ничего не сделать поэтому шкаф где стоит там и стоит дальше проход в кухню-гостиную напротив вход в детскую я здесь кстати детскую сделал хотели и спальню но я говорю нет 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 для детской помещения берем побольше плюс она подальше от кухни-гостиной ну все место под шкаф осталось только здесь единственное шкаф мы можем как-то поиграться и сделать его более функциональным удобным но например вниз мы можем сделать без дверей и сразу же туда обувь составлять какую-то часть мы можем оставить свободно для того чтобы туда пуфик задвигать выдвигать но удобно же сесть и обувь одевать снимать ну вот как то так больше здесь уже чего-то придумать сложно как я всегда против крючков вот этих быстрых гардеробов советую их избегать потому что это всегда визуальный мусор шум и так далее то есть вся эта разноцветная одежда красоты в дизайн не добавляет идем дальше ванны она здесь как раз при входе находится это даже не санузел а ванной причем основной сюда будут ходить все мыться ванна раковина унитаз стиральную машину отсюда убираем ни в коем случае не ставим здесь унитаз раковина навешивается на шкаф такой не глубокий снизу прячутся коммуникации сверху открываются дверки это очень очень удобное место для хранения то есть все что у вас там находится баночки скляночки фены плойки бритвы запасы туалетной бумаги все туда влазит это уже проверено во многих проектах мы это сделали дальше заходим детская комната здесь так как ребеночек еще маленький то здесь стоит диван собственно кроватка пеленальник почему так потому что мама может здесь например спать с ребенком и не мешать папе потому что папа наверное основной добытчик средств поэтому ему нужно высыпаться поэтому пусть спит себе спокойно а здесь вот собственно место для ну может быть не аня кстати говоря будет спать с ребенком а может быть ребенок спать будет один и будет стоять радио няня которая посылает сигнал родителям и там уже мама или папа встают и идут к ребенку кстати напишите в комментариях как правильнее столько людей столько мнений каждый считает что все-таки вот надо так или эдак ну вот давайте почитаем пишите не ленитесь все-таки все-таки как правильнее так как для ребенка как для родителей как бы вы сделали дальше спальня для нее я выбрал более маленькую комнату но потому что что нам нужно прийти поспать уйти ну не только поспать но в принципе для этого только кровать нужно правда ведь здесь есть шкаф и кровать мастер спальню сделать не удалось гардеробную сделать не удалось слишком маленькая квартира поэтому раз так то пускай спальня будет в комнате поменьше ребенку побольше чтобы там в будущем когда он начнет друзей приводить он мог развернуться раскидать игрушки и вот место там занимал а не где-то еще гостевой санузел в гостевом санузле я использовал прием стиральная машина под мойкой вот например это может выглядеть вот так не очень симпатично но что делать места то не хватает чтобы отдельную постирочную сделать или даже шкаф под стиралку поэтому решение именно такое сверху мы можем навесить какие-то шкафчики чтобы там это пространство использовать как хранение и получается что у нас гостевой санузел превращается еще и в хозяйственный блок где мы будем хранить вот все необходимые вещи и для уборки в том числе потому что больше куда-то ставить я не вижу возможности но слишком уж маленькая квартира но что делать ищите возможности кстати могу порекомендовать книгу лувей читайте и там находите решение как в маленьких квартирах располагать все 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 необходимое рекомендую дальше кухня-гостиная здесь я нашел способ поставить остров кухня вдоль стены ну и здесь по классике холодильник мойка варка но плюс рабочей поверхности добавляется остров который делит как бы кухонную зону от гостевой зоны и я считаю это очень хорошо то есть мама здесь стоит это у нее не только место для готовки но и как командный пункт наблюдательный то есть она здесь стоит всех видит может телевизор смотреть мужа контролировать за ребенком наблюдать к острову представляется стол здесь я его сделал не просто какой-то так немножко по дизайнерски лихо развернул под углом что все трое могут здесь удобно сесть все это можно завязать в единую композицию будет красиво по дизайнерски необычно но в общем все как вы любите и есть еще одна фишка здесь рядом с островом с торца стоит небольшой буфетик комодик для чай кофе а также детский всяких прибамбасов но там знаете там молочко что-то покормить туда-сюда вот это все за дверкой может стоять и все это под рукой и не загромождает кухню если этого элемента не предусмотреть то все это будет валяться на кухонном гарнитуре так ведь у вас происходит правильно если у вас так есть там дети так далее чайники там же стоят а здесь все может стоять отдельно и подойти удобней и кухню не загромождает правда здорово я считаю что здорово ну а дальше у нас осталось место под диван какой-то столик напротив телевизор и даже место под цветочек осталось вот все это разбито по зонам все это удобно для трех человек но в принципе гости пришли можно стол расправить и вдоль дивана поставить а дальше на балконе это теплый балкон мы ставим рабочее место со стульчиком сверху полочки какие-то но а с другого торца какой-то стеллаж для дополнительного хранения может книг может уборочного инвентаря а может быть удочек не знаю сами решите что вам удобнее кстати напишите чем удобнее хранить но естественно мебели я расставляю не просто так а пользуюсь всеми принципами и правилами дизайна в том числе располагаем мебель симметрично и по осям здесь они есть вы их видите вот прямо на оси нанизана это самая мебель та же самая кухня она вся отцентрована обратите внимание это позволяет и светильники правильно расположить и потом в будущем вне зависимости от того стиля который вы выберете сделать дизайн красивым гармоничным и приятным для глаза это все симметрия ребята это все уже прописано давно в книгах поэтому если вы их не читали просто верьте мне на слово ставьте так и будет красиво обратите внимание на точки это фокусные точки это я специально для вас делаю в этих местах вы можете делать всю самую красоту понимаете нет не понимаете если не понимаете вот по ссылочке смотрите что такое фокусные точки на этом все друзья пишите в комментариях как вам планировка понравилось ли без переноса стен просто с помощью расстановки мебели грамотной расстановки мебели сколько вопросов решено вот что значит грамотный подход к планированию пространства это вам не просто мебель расставить поэтому обращайтесь за планировками пишите в комментариях с удовольствием для вас их сделаю за недорого или за дорого не важно за дорого лучше делать за дорого саша говорит нужно делать я тоже так считаю в общем всем пока ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал да прибудет с вами муза